Девушки отдыхают И, конечно, особый привет мы передаем жителям Чувашии. Друзья, наступило время детских новостей. В эфире программа «Перевертыш. Аркейл Бупсер». В студии работаем мы, Никита и Данила Васильевы. Сегодня вместе с помощниками, юными корреспондентами, мы выясним, кто озвучивает знаменитую каркушу, сколько времени нужно, чтобы добежать из Москвы до Китая, обижаются ли ребята на прозвище «Клоун» и как добрые дела украшают мир. Девушки отдыхают Здравствуйте, мальчики! Прю-прю! Здравствуйте, девочки! Ва-в-ва! Ой, кажется, мы попали не на ту программу. Это не наши декорации. Ва-в! Да, мы попали в программу «Акейл Бупсер». И мы этому очень рады. Ведь нам, начинающим ведущим, есть чем у вас поучиться. Да-да-да. Программа «Спокойной ночи, малыши» выходит в эфир более 50 лет. Ва-в-ва-в! А совсем недавно проявилась передача «Доброе утро, малыши!» Про это мы знаем не понаслышке. Во время весенних каникул наши корреспонденты побывали на съемочной площадке утренней программы. Столько всего интересного они увидели в Москве. Большое путешествие. Так назвали юные журналисты свои каникулы в Москве. Почему большое? Да потому, что за три дня, где мы только не побывали. Доброе утро, ребята! Добро пожаловать в нашу мастерскую вместе с Карпушей. И Сергеев! Здравствуйте, наши маленькие зрители! Тишина на площадке. Еще один дубль. Эти фразы мы сто раз слышали на съемках в Чебоксарах. Приятно, что работаем как москвичи. Я передаю огромный привет всем ребятам из Чуваши. Занимайтесь творчеством, ходите на различные кружки и секции, развивайтесь и получайте удовольствие от этой прекрасной жизни. Сергея Белова показывают по телевизору почти каждое утро. А вот актрису Ирину Ланкину, хозяйку Каркуши, мы раньше не видели. Может летать, да. Может по одному показывать что-то крылом, смотреть глазами. Как вас много и все пришли ко мне в гости. Я очень этому рада. Как и Каркуша, Ирина любит наряжаться и красоваться. Жаль только, что этого никто не видит. Рабочее место-то под столом. Ну, как у всех профессий есть свои минусы и свои плюсы. Ну, мы уже привычные ко всему. Мы можем и лежать, и сидеть, и все, что хотите. Акробаты. А это уже радиоведущие. Мы такие же веселые, яркие и общительные. Артем и Маша могут расположить к себе слушателя только с помощью словарного запаса и голоса. Есть один большущий секрет, что в любой момент, когда вы разговариваете и находитесь в радиоэфире, надо улыбаться. Если вы улыбаетесь, это чувствуется, несмотря ни на что, ни на расстояние, ни на задержку времени. И здесь самое главное, это, наверное, улыбка. И в этот момент ты сам улыбаешься и транслируешь то же самое. Нет, ну, самое главное, когда ребенок понимает, зачем он позвонил, есть небольшая проблема. Она, скорее, связана с родителями, когда, ну, родитель всеми путями хочет, чтобы ребенок хоть что-нибудь сказал. Неважно, что идет в эфире сейчас, вопрос. А ребенок этого не хочет. Иногда я беру трубку, говорю, алло, там говорит мама со мной. А на заднем фоне ребенок рыдает и кричит, мама, я не хочу. И что я должна сделать? Я кладу трубку. Ну, потому что я понимаю, что не получится ничего. Маша и Артем работают в прямом эфире. Чаще всего он проходит гладко, по подготовленному сценарию. Но бывают и казусы. За два года работы я только один раз чихнул в прямом эфире и... Неправда, ты недавно чихал. Ну, вот, это был единственный раз. Это был единственный раз, да? До этого я все терпел, терпел. И я просто говорю, о, ребята, сейчас чихну. Я чихнул, что надо сказать? Будь здоров, молодец, ты вежливый. То есть из разной ситуации, которая происходит в тот или иной момент времени, есть возможность выкрутиться как угодно. Раньше Артем был аниматором, проводил детские праздники. Сотрудники радио заметили его ораторские способности и пригласили на работу. Вместе с Машей они супер-ведущим. Другого слова просто не подберу. Чтобы быть именно детским ведущим, надо быть открытым, добрым, понимающим, готовым прислушаться и зацепиться за какой-то такой момент, который будет приятен ребенку, который сможет его расслабить. Да, и, соответственно, он раскроется в этот момент. Для того, чтобы стать профессиональным журналистом, надо много учиться. Самое сильное образование, как известно, в столице. Поэтому следующим пунктом нашего маршрута стал журфак МГУ. В этом шикарном здании, в самом центре Москвы, учились Лермонтов, Чехов, Островский. Сейчас здесь в своей телестудии выпускаются новости. В эфир нас не пустили, потому что без тренировки работать диктором непросто. Текст на суфлёре бежит без остановки. Попробуй, не сбейся. К слову, в олимпию летали, жил и парил Леонард Натальничев. А это уже гуманитарный институт телевидения и радио, сокращенно ГИТР. Здесь мы увидели самую крутую телевизионную технику и волшебную комнату, где рождаются звуки. Предположим, надо звукорежиссеру записать для фильма шум шагов. Пожалуйста, вставай на необходимую поверхность и ходи. По песку, грязи, камням, асфальту. Голос тоже можно записывать по-разному. Например, в деревянной избе или в каменном замке. Ведь в студии не простые стены, а трансформеры. Не знаю, как у вас, ребята, а у нас каникулы прошли с пользой. И много нового узнали. И для вас этот сюжет подготовили. Сняли без помощи взрослых, между прочим. Эмилия Табакова, Даня Сяткеев, Соня Родионова, Акилбупсер. На начало. В Чебоксарах уже почти нет снега. И мы знаем почему. Дело в том, что малыши из 103-го детского сада провели отличный праздник. Встретили весну играми, песнями, закличками. Неудивительно, что дни теперь такие солнечные. Весна красная на чем пришла? На сашочке, на бараночке, на овсяном снопочке, на ржаном колесочке. Весна красная. Что ты нам принесла? А принесла я вам лето красное. Румяные булочки и жаворонки в день прилета птиц с юга стали замечательным подарком всем ребятам. Весна – это время конференций, олимпиад и соревнований. Совсем недавно в Чебоксарах прошел городской турнир по быстрым шахматам. Мы заглянули к самым юным спортсменам и очень удивились тому, как их много. 79 ребят и самой младшей участницей всего 4 годика. Да-да, здесь девочки играют с мальчиками наравне. Я начала играть в шахматы, потому что я хочу быть умной и мне интересно заниматься шахматами. Я тренируюсь с папой дома и хожу первый год в шахматы. А почему вы учите шахмат? Ну, шахматы прежде всего учат выдержки и самое главное – это продуманность. То есть один-два хода вперед. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 турах. Каждая партия длилась не больше 15 минут. Победителем в соревновании стал Андрей Константинов. Мальчик не проиграл ни одну партию. Ребята, а вы сегодня делали зарядку? Вы почему молчите? Мы ведь у вас спрашиваем. Делали? Так, слушай первые ответы. Кто-то делал сегодня в школе, а кто-то нет. Непонятно. Ну-ка, давайте вставайте с диванов. Побежали вместе с нами. Вот и славненько. Бег тренирует сердце и дыхательную систему. Делает нас бодрее. Даже мыслительный процесс улучшает. Всегда удивляешься тем людям, которые каждый день стоят пораньше и идут на пробежку. Это какая сила воли нужна? Это еще что? Какая сила воли нужна, чтобы взять и рвануть из Москвы до Китая, как сделал Александр Капер? Не терпится познакомиться с этим удивительным человеком. Пробежать 8 тысяч километров за 200 дней – вот главная цель Александра Капера. Марафонец стартовал из Москвы месяц назад и уже пробежал первую тысячу километров, побывав в Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах. У нас Александр успел провести зарядку и ответить на кучу вопросов. Я выяснила, что у спортсмена есть свой автодом, где он ночует. Александр просыпается очень рано и два часа работает. Руководит мебельной фабрикой. С помощью интернета на расстоянии. В свое путешествие он взял 25 пар кроссовок. А марафон затеял для того, чтобы доказать, что в России есть сильные духом люди. У меня была изначально мечта большая – пробежать через всю страну. Но поскольку по восточной части страны, там где я сам родом с Дальнего Востока, я везде бегал. И я подумал, что можно чуть-чуть изменить маршрут и попасть к нам в дружественную страну. И еще у нас есть такая связь. Мы дружим народами, но у нас нет общих социальных сетей, нет общих сайтов, на которых мы знакомимся. Я подумал, а почему бы не сделать забег, который бы натянул дополнительные нити дружбы, дополнительные нити взаимосвязи, и чтобы китайцы стали ближе к нам. И мы к ним немножко ближе. Что интересного встретили в пути? О, вы знаете, каждый день я смотрю на прекрасные просторы, на разливы рек колоссальные, на красивые архитектурные сооружения, на здания. Вот у вас в Чебоксарах очень красиво. Я посмотрел, а другая река Сура, она закованная в лед, когда я пробегал по мосту. Там прям шикарные виды, очень красиво, очень все прям вот даже дух захватывает. А вы общаетесь с родными, когда бежите, например, по телефону? Да, разговариваю. Ну, то есть я на шаг перехожу, потому что есть такая хорошая поговорка, что не беги быстрее, чем думаешь. А когда ты разговариваешь по телефону, у тебя все мысли в телефоне, можно упасть, повредиться. Поэтому дистанция большая, то есть я лучше перейду на шаг, спокойно поговорю по телефону и побегу дальше. Вот так вот. Что вы можете пожелать чебоксарским юным спортсменам? Я не являюсь профессиональным спортсменом. Спорт – это просто мое хобби большое. Вот я в 14 лет занимался активно боксом, у меня были места даже призовые. Потом я бокс, а у меня с поступлением в институт ушел на второй план. А бег остался как основной вид спорта. Потому что когда я занимался боксом, я бегал для выносливости с гантельками. И это придавало большое количество сил для того, чтобы развивать свое дело, заниматься бизнесом, для того, чтобы воплощать смелые мечты в жизнь. То есть вот это путешествие, оно требует огромной физической подготовки. И если бы я не занимался спортом с детства, то вот это бы стало невозможным. И спорт – это и есть то здоровье, та сила, которая придаст энергии для реализации самых безумных идей, то есть самых безумных мечтаний, самых безумных задач. Вот сидим мы всегда в этой студии, такие правильные в галстуках. А иногда хочется так похулиганить. Согласен, очень хочется. Прямо как в школе во время урока. А то ничего лишнего не говори, с места не вставай. А мы ведь дети, нам играть хочется. Вот некоторые и не выдерживают. Других ребят обычно называют клоунами. Лиза Храмова решила выяснить, как к ним относятся учителя и школьники. Клоун – артист в ярком парике и с большим носом. Посмотришь на него, и улыбка на лице сама с собой появляется. Но для того, чтобы смешить людей, не обязательно работать в цирке. Свой клоун есть в каждом коллективе. И чтобы подтвердить этот факт, я опросила учеников разных чебоксарских школ. Есть ли в твоем классе клоуны? Да. Они всегда смеются на уроке, поддерживают разговор. Но иногда они делают такие вещи, которые не хочется видеть. У нас есть даже такая компания клоунов. Я к ним вхожу, мы придумываем всякие шутки, дурачимся, веселим людей. Нам это очень нравится. Все равно, что нас там кто-то обзывает. Мы приносим радость всем. Это очень здорово. Я отношусь в нашем классе к клоунам очень плохо. Потому что они всегда мешают вести уроки. И нам мешают задачи решать. Не только учителям мешают, но и ученикам даже. Я сама считаюсь клоуном в своем классе. И всегда веселю. И считаю, что это прикольно. Приятно, когда смеются над твоими шутками. Вообще я отношусь к ребятам-клоунам средне. Потому что иногда надо все-таки отдыхать от учебы. А иногда они мешают. Бегают, когда учитель выходит. Разговаривают, стирают с доски некоторые задания. Кто знает имя большей страны в этом стране? Да, пожалуйста. Это очень. Я уеду жить в Лондон. Москва мне будет снится. Да, чего только не насмотрелись наши учителя за годы работы в кружках и школах. Таким ученикам у меня, можно сказать, двоякое отношение. Потому что, во-первых, с одной стороны, когда мы проходим какой-либо серьезный материал, бывает очень сложно обратно вовлечь детей и привлечь их внимание. Потому что ученики, которые отвлекают других, становятся в центре внимания. И требуют все внимание детей к себе. Но, с другой стороны, когда, опять же, материал слишком серьезный, они добавляют изюминку, смешат, поднимают настроение. Поэтому ничего плохого я в этом не вижу. Но главное знать меру. Любить ребят-клоунов или нет, решать вам. Но для себя я сделала вывод, что они не всегда мешают обществу. Клоуны поднимают нам настроение и делают нашу жизнь ярче. Лиза Храмова, Андрей Шоколев, Акелл Бупсер. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь внимание на экран. Перед вами карта Чуваши. Уверен, вы прекрасно знаете, что в нашей республике 21 район, 9 городов и 7 поселков городского типа. Прямо сейчас нас ждет новое путешествие. Наши корреспонденты, они же ученики городского медиа-центра Куча Мала, отправились в поселок Ибресе с благотворительным концертом. Мы верим, что добро, как правило, сильнее. И знаем, что оно все победить сумеет. Мы к вам приехали не зря. Привет! Боншу! Хелло! Хотим, что в жизни вам, друзья, Конечно, повезло! Вот так ярко и зажигательно начали свое представление чебоксарские артисты. А это благодарные зрители. Поспитаньки и Бресинской школы-интерната. Полный зал, более ста учеников. Так ребята и познакомились друг с другом, и подружились. Ведь это хорошо, когда у тебя много друзей. На эту тему у медиа-центра Куча Мала даже есть спектакль. Лисенок и Зайчанок думают, что новые друзья им не нужны. Но они ошибаются и попадают в лапы голодного волка. Без помощи теперь не обойтись. Где кого же ты его приволил? Чего? На меня! Такие молодые таланты вы порадовали наших деток. Для них послужит дальнейшим примером ваше прекрасное выступление. И они будут также желать в своей жизни добиться чего-то. Также выступать, может, кто-то захочет на сцене. Оказывается, артисты в и Бресинскую школу-интернат приезжают нечасто. Куча Малинцы решили исправить эту ситуацию. Мне очень понравилось то, что они прям так искренне смотрели. То, что мы сделали добро. Но я бы хотела такое же сделать добро, чтобы приехать еще раз сюда. Акцию добра поддержало сразу несколько компаний. Благодаря спонсорам каждый ученик интерната получил в подарок набор концтоваров и шоколадку. А еще артисты привезли в школу настольные игры и спорттовары. Ребята, сделать доброе дело можете и вы. Было бы желание. Софья Родионова, Андрей Шоколев, Акилбуксер. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Друзья, не забывайте звонить нам в редакцию и предлагать свои новости. Мы с удовольствием приедем к вам в гости в любой район республики. Не зря же наша программа называется Акилбуксер. Напоминаем, что любой выпуск нашей программы вы можете посмотреть в интернете, Вконтакте или на сайте ntrk21.ru. Весенних всех новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok